Сегодня очень важная тема. Сегодня, я думаю, что многие, как и я, впервые приступив к чтению Нового Завета, к такому серьезному чтению, потому что я помню, когда я в самый первый раз читал Новый Завет, я больше хотел не Новый Завет понять, а получить подтверждение каким-то своим мыслям. Но наступил момент, когда я стал читать Новый Завет, чтобы понять, какие же там мысли. И я наткнулся сразу же на рассуждение, это было и в Евангелиях, и в посланиях апостолов, особенно, конечно, в послании апостола Павла, о законе. Очень много говорилось о каком-то законе. И было непонятно, что за закон, какой закон, почему так много времени уделяется обсуждениям какого-то закона, закона, закона. А потом приходит понимание. И давайте откроем сейчас Евангелие от Матфея, седьмую главу. Где как раз Иисус и говорит в теме обсуждения закона, важности закона, роли закона в жизни верующего человека. И вот смотрите, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Вы знаете, в конце 20 века в Голландии был такой инженер, который занимался проблемами транспорта. Его звали Ханс Мондерман. Ханс Мондерман. И изучая проблемы с транспортом, что пробок все больше, машин больше, аварий больше, смертей на дорогах больше. Вот Ханс Мондерман рассуждал и пришел к такой теории. Теория, которая называется теория общего пространства. Я помню, когда впервые прочитал об этом общем пространстве, я удивился, думал, как такое вообще возможно. Потому что, мне кажется, когда думаешь об общем пространстве, особенно, наверное, у гаишников должны волосы дыбом становиться. Потому что кажется, что это невозможно. Что же это такое? С дорог предложили убрать, в основном, конечно, с небольших дорог, переулочков, проулков, убрать все знаки и всю разметку. И сделать всех, и автомобилистов, и пешеходов, и велосипедистов, и мотоциклистов, сделать равными участниками движения. Я вот говорю, когда я стал об этом читать и думал, как такое возможно? Убрать знаки, убрать разметку. Это же хаос должен начаться. Не разбериха совершенная. Но интересно, эксперимент показал, что улица вот с таким общим пространством без правил становилась более безопасной. Вот, например, в таком небольшом, они начали сначала с небольших городков, и вот такой небольшой нидерландский городок Драхтене, там не так много людей, там из 18 светофоров оставили всего два. Что и такое из себя представляет вот это общее пространство, где, видите, нет тротуаров, нет проезжей части, нет светофоров, нет разметки. Все равные участники движения. Сразу же я подумал, ну что-то там должно в этом Драхтене что-то страшное случиться. Вот, но там что произошло? Эксперимент показал, что такая улица и такая дорога становилась более, более безопасной. Безопасной, безопасной. Позже стали вводить уже во многих городах и Европы, и в Америке, даже некоторые районы в крупнейших городах, например, в Лондоне, сейчас стали изменяться. Вот у меня там еще есть две фотографии, да, вот две фотографии с Лондона. Вот одна, вот старая фотография, смотрите, вот так раньше было, вот так выглядела одна из улиц Лондона, а вот как это выглядит сейчас. Видите, та же самая улица, убрали тротуары, убрали все, убрали разметку, убрали знаки. Вот как это выглядит сейчас. И количество аварий становилось все меньше и меньше, пробок становится все меньше и меньше, скорость движения, казалось бы, нет знаков, а она наоборот стала снижаться. То есть смысл в том, что когда нет правил, то все участники дорожного движения, и водители, и пешеходы становятся более ответственными, более внимательными друг к другу. Водители едут аккуратнее, пешеходы там смотрят по сторонам. Человек, если он находится в такой атмосфере, в таком пространстве свободы, он становится более осмотрительным и более ответственным. Вот, например, сам этот инженер Ханс Мондерман, он такую вещь говорил, я несколько его высказываний прочитаю. Мы теряем способность к ответственному поведению. Чем больше предписаний, тем сильнее притупляется личная ответственность людей. Когда ты не знаешь, кому проезжать первым, ты стараешься встретиться глазами с другими участниками дорожного движения. Ты сбавляешь скорость, держишь других в поле зрения и едешь осторожнее. И вот этот лозунг общего пространства, чем больше правил, тем меньше ответственности. Чем меньше правил, тем выше ответственности. И сегодня вот это территории общего пространства и в Австралии, и в Новой Зеландии применяются, и в европейских городах, во Франции, в Великобритании, в Англии, там в некоторых сейчас районах Чикаго стали водиться. Убирают разметку, убирают дорожные знаки, убирают светофоры. И после этого говорят, что движение стало лучше, пробок меньше, аварий меньше. Читал я, читал я про это общее пространство и подумал про мой город. И я думаю, что ни один из, я только наблюдаю, что в нашем городе чуть ли не каждый месяц знаков и светофоров становится все больше и больше. Раньше те улицы, где вот просто была улица, не было светофоров, и там спокойно все ездили. Сегодня там везде светофоры. Везде светофоры. Там, где я живу, на Елизавете, была такая раньше дорожка, может быть некоторые помнят, там под мостиком нужно было проезжать, и там не было никаких светофоров. И там так проезжаешь, и спокойненько, там трасса большая, смотришь, проезжаешь, и там никогда не было пробок. Потом поставили светофор, и теперь там пробки все время. Пробки все время. У нас все больше и больше и больше знаков появляется. Уже едешь, как, знаете, говорят уже вот эти специалисты, особенно на Западе по транспорту, сейчас уже на дорогах такое количество знаков на некоторых, что человек, он не способен, водитель, их уже воспринимать. 40, 20, 60, 80, нельзя, можно, нельзя, иногда, по четным, по нечетным, дальше едешь быстрее. И вот ты вот едешь, и вот, и уже, знаете, так происходит, что ты когда едешь на машине, ты уже как-то вот на эти знаки особо внимания не обращаешь, и вдруг, если там тебя останавливали какой-нибудь гаишник, ты думаешь, а что там было? Не только у меня так. А что там было? Знаков все больше и больше, а хамства на дорогах у нас все больше и больше. Знаков все больше и больше, аварий все больше и больше, светофоров все больше и больше, и аварий, и пробок все больше и больше. Уже, мне кажется, скоро будет так у нас на дорогах, что просто уже через каждый метр будут какие-то знаки стоять. И будет очень увлекательно, ты будешь ехать и все время что-то читать, получать какую-то информацию. Ну ладно бы, это служило для лучшего движения, но так же не происходит. Не происходит. И когда читаешь об этом общем пространстве в городах Европы, в Англии, в Америке, в Новой Зеландии, думаешь, ну так понятно. Там же они едут как сумасшедшие, они же по-нормальному там ездят. Некоторые сами же были в Европе, может быть, брали машину в прокат, ездили, и там такой культурный водитель, да? Ездишь по правилам, а приехал сюда, прилетел сюда опять и полетел. Всех подрезать. Думаешь, ну тут все так ездят. И возникает уже такая ситуация, что, знаете, люди подзаконные, они не думают о безопасности движения, а думают как бы не попасться. И все мы едем, и четко, у нас есть вот свои права, и ты только, вот ты подъезжаешь в перекрестку или еще куда-то, и ты думаешь, кто из нас прав? Если кто-то там едет, и он не по правилам, ты на него злишься. И что интересно, вот даже зебра, мы знаем, что на зебре давить пешеходов нельзя. И поэтому ты несешься, и зебра, и человек идет, ты скрипя сердцем, нажимаешь на тормоз. Почему? Потому что он прав. Он прав. Но если зебры нет, и какая-нибудь там женщина или мамочка с ребенком подходят к дороге, у нее права нет здесь проходить, ты жмешь на газ. Я помню, когда впервые мне довелось везти машину в Норвегии, мы ехали вместе с Дианой, и с нами была одна знакомая, она сама из нашего города, сейчас она живет в Норвегии, христианка. И мы, помню, ехали на собрание, я был за рулем, ее машина попросил, говорю, хочу вот, у вас в Норвегии так удобно водить, машин мало, так все. Едем, и я до сих пор запомнил, что я еду, еду как обычно, я, конечно, не превышал скорость и ехал как обычно. Не как обычно, не превышал скорость, короче. Как обычно ездят в Норвегии, вот так. Ехал как обычно в Норвегии, и рядом, это не было общее пространство, рядом был тротуар, и шла какая-то женщина с ребенком. И я еду где-то, ну, километров 60 еду, и вдруг мне моя вот эта знакомая из Норвегии говорит, ты что, ты что, ты что ты делаешь? Я говорю, в смысле, что я делаю? Она говорит, ну ты же видишь, мама с ребенком едет. Я говорю, ну а что, она идет по тротуару, я еду здесь. Она говорит, понимаешь, а ребенок же может выдернуть руку, он может же выбежать на дорогу. Когда ты едешь, ты должен всегда сбавлять скорость. Я говорю, как сбавлять скорость? Я не превышаю скорость. Она говорит, а при чем тут не превышаешь? Ты же можешь предоставлять для них опасность. Как бы, понимаете, она думает о других, а я думаю о правилах. Я не нарушаю ничего. Еду с правильной скоростью. Попал под колеса, сам виноват. Я его правильно задавил. По закону. И поэтому, конечно, с таким мышлением, думать об общем пространстве дико, думаешь, в смысле, как это-то? Конечно, я должен сделать оговорку, это общее пространство не на больших магистралях, не на больших дорогах, а вот где-то на небольших дорожках, таких жилых особенно районах водится. Но это все водится все больше и больше, убираются светофоры, убираются знаки. У нас процесс наоборот происходит. Мы думаем, кто прав, кто не прав, какое правило за меня, какое за него, какое сильнее. А тут предлагают думать не о правилах, а предлагают думать о других. И мы в растерянности. Я привел эту историю, потому что, мне кажется, вот эта новая концепция общего дорожного пространства, как ничто иное, ярко отражает вот именно разницу между законом и благодатью. Людям с подзаконным мышлением это непонятно. Кажется, убери закон, хаос начнется. Вот смотрите. Вот продолжим читать Евангелие от Матфея, 12 главу откроем. Вот первый стих. С первого стиха начнем. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колоссия и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу. Закон. Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо сын человеческий есть господин из субботы. И отойдя оттуда, вновь вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы! И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, и он протянул. И стала она здорова, как другая. «Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда». Вот знаете, у фарисеев было очень схожее с нашим мышлением. Нам казалось, что все держится на законе. Вот им казалось, что все держится на законе. Отпусти закон, и начнется неразбериха. Начнется хаос греха и беззакония. Поэтому Иисус, по их мнению, покушался на самое святое, на закон. Да поезжай сегодня в Израиль. Многие из нас уже были в разных поездках. Видели, сколько там разных сегодня иудейских групп. Один так понимает закон, другой сяк понимает закон. У одних вот такие шляпы, у других вот такие шляпы. В еврейских гостиницах, когда находишься в субботу, там даже на кнопку лифта не надо нажимать, потому что это уже работа, в субботу нельзя работать. Там лифт едет на каждом этаже, останавливается, открывается дверь, закрывается. И на каждом этаже. И вот если ты живешь в гостинице на верхнем каком-то этаже, это же на 15-м, то ты долго едешь. На каждом этаже останавливается, лишь бы ты не нажал. И в основном, конечно, он впустую открывается, там никого нет. Ну а вдруг тебе надо именно на этом этаже выйти, лифт-то не знает? А работать нельзя. Это грех. Вот и едешь ты под благодатью на каждом этаже, останавливаясь. А как иначе? Как порядок-то еще навести? Люди ж они так и норовят что-то гадкое сделать. Поэтому и приходится придумывать законы разные. Всевозможные, всевозможные законы. Как у нас в стране новые, новые, новые законы. Сейчас у юристов в стране уже волосы дымом говорят, у нас только законов непонятных совершенно. А их все больше и больше, больше и больше, больше и больше. Чего только один этот закон яровой стоит. Придумали они, как регулировать религиозное движение в России, умники. Очень просто регулировать, а нельзя никому проповедовать и все, кроме кому с удостоверением. Как так? Скоро уже в магазин надо до судостворения будет ходить. Имеешь право там купить гречку или овсянку или лапшу. И пойдем. И будем покупать. Им там виднее. И уже давно доказано, чем больше хаоса в стране, тем больше в стране законов, потому что они не работают. Ну невозможно уже ехать, и эти знаки, они у тебя в голове путаются. Это же постоянная работа должна быть. А они еще и меняются. Там любят знак убрать и стоять с палочкой за углом. Кто не заметил, называется. На внимание. Тест. И ты останавливаешься, и он тебе говорит, и вы оба понимаете, что это игра. Но ты винаен. И вот у них точно так же был. Вот закон, вот нельзя. Ну пожалуйста, исцеляй в понедельник. Ну в среду, ну в пятницу. Ну не в субботу уже. Ну не в субботу уже исцеляй. А Иисус им такой, почему? А почему? Какой смысл ждать до завтра, если можно добро сделать сегодня? Не по правилам. Но это же не по закону. И вот Иисус им пытался говорить о милости, что милость превозносится над судом. Что не человек для субботы, а суббота для человека. Нет, непонятно. Закон превыше всего, как в этом старом фильме, да? В французском. С Фернанделем. Закон есть закон. Все. И может доходить до абсурда, когда приходит человек с болезнью, но нельзя исцелять. Не по закону. И вот смотрите, 22 глава Евангелия от Матфея. И слыша, народ дивился учение его. А фарисеи, услышав, что он привел садукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и сияя есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вы знаете, вот эти законы общего пространства в разных городах, в разных странах немножко отличаются. Но общее правило там везде, что все равноправные участники дорожного движения. Например, в Голландии там есть еще два правила. Это правило преимущественного проезда, там кто справа. И правило еще есть не создавать затора, не создавать какой-то пробки. Вот два правила. Иисус показывает, что вы поймите, вот все это сводится к двум вещам тоже. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Сразу вспоминаются слова блаженного Августина, которые, по моему мнению, просто аккумулировали всю суть Евангелия. Возлюби Бога и делай, что хочешь. Возлюби Бога и делай, что хочешь. Потому что любовь есть исполнение закона. Интересно, я когда смотрел интервью вот с этим голландским инженером-транспортником, с этим Хансом, в конце интервью, а интервью было в кафе на улице, он говорит, вот смотрите, что я сейчас сделаю. Как раз в городе с общим дорожным движением. Говорит, вот смотрите, что я сейчас сделаю. Он встал, от столика отошел, поднял глаза в небо и по диагонали пошел по перекрестку, несмотря вот так вот. И там велосипеды, машины притормозили, его все пропустили. Ну видите, какой-то чудной идет. У нас-то, конечно, если чудной идет не по правилам, надо его задавить. Во-первых, ты прав, во-вторых, меньше чудных будет, да? А вот там он все, он вот так пересек полностью, его пропустили, все дальше поехали. Потому что я заметил в жизни, кто быстрее всех ездит, того меньше всего ждут. По жизни в России. Некоторые так несутся с дикой скоростью, думают, да куда же, кому же ты такой нужен, так носишься-то. Идь дольше, порадуй людей. В Евангелии от Луки, смотри, сказано, 11-я голова, 44-й стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы окрашенные, над которыми люди ходят и не знают того. Но это некто из законников. Вы поймите, вот законников всегда раздражал Христос. Они не понимают благодати. В смысле любовь? Это что значит, у вас люби Бога и делаешь... Это как? Что делаешь, что хочешь вообще, что ли, что хочешь? Да, если любишь Бога, что хочешь. Но когда тебе недоступна любовь, тогда для тебя что хочешь, это хаос, это анархия. И вот законник, искушая, сказал, учитель, говоря это, ты и нас обижаешь. Но он сказал им, и вам, законникам, горе. Что, смотрите, налагайте на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Понимаешь, насколько вот это лицемерие? Вот этим пропитано всегда законничество. Они никогда не придумывают законы для себя. Они законы придумывают для тебя. Сами они выше закона. Он понесется по дороге с мигалкой, там, этот депутат или чиновник, он не хочет ехать по закону. Он их не для себя придумал, для тебя придумал их. Для себя он всегда найдет лазейку. Это и с политическими фарисеями, и с религиозными фарисеями всегда происходит. Они знают, что можно и нельзя тебе. А сами, как сказал Иисус, они даже перстом их не собираются двигать. А что, мы в другом мире живем. В этом есть опасность, опасность фарисейства. В этом есть опасность церковного фарисейства, когда мы отлично знаем, что в этом мире неправильно. О, там, там какая-нибудь пропаганда, там, мы знаем, что творится. А если мы с вами посмотрим, что в церкви творится сегодня, что в христианстве творится. Столько же зла, столько же ненависти, столько же разделений, столько же греха. Огромное количество войн было поднято с христианскими флагами. Что творится-то здесь? Кому мы что хотим объяснить? Кого мы хотим чему научить? Или мы считаем, ну, мы-то можем грешить, нас Иисус простил, а вы смотрите. Закон опасен тем, что он всегда порождает фарисейство, всегда порождает лицемерие. И об этом говорил Иисус. Являя милость к блудницам, к мытарям, но очень строго разговаривая с законниками и фарисеями, самые гневные слова, самые гневные обличения были адресованы именно этой категории людей. И об этом, как раз, смотрите, пишут и апостолы. Вот если мы откроем послание Якова, и вот в первой главе, смотрите, 25 стих. «Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Помимо этого общего закона, Яков говорит о каком-то другом законе, и он его называет «законом совершенным», «законом свободы», то есть ты свободен. А предписаний? Нет предписаний. А правила? Нет правила. А как мне? Вот можно еще первую картинку. А как мне двигаться, так как в жизни двигаться? А очень просто. Возлюби ближнего. И можешь жить без закона, потому что любовь не делает ближнему зла. Видите, в чем отличие христианства от этих религиозных систем? Религия построена на правилах, на предписаниях, на постановлениях. А здесь Яков говорит «закон свободы». А в свободе трудно жить. Некоторые боятся свободы, как у Владимира Семеновича Высоцкого в одной из песен «Дали мне вчера свободу, что я с ней делать буду?» Вот привык на нарах, привык по расписанию. По звонку вставать, по звонку ложиться, по звонку на работу идти. А тут свобода. Как жить-то в ней? Неуютно жить. Непонятно, а как это вот? Потому что если сердце пусто, если в сердце нет любви, если ты не думаешь о других, вот это не работает, общее пространство. Здесь это единственный и главный закон, если его так можно назвать. Поэтому его Яков-то называет «закон совершенный», «закон свободы». Он основан только на любви. А любовь не пропишешь. Издаю закон «всем любить друг друга». За отсутствие любви к ближнему смертная казнь. Палачи всем срубают голову и потом себе в конце. Любовь ее не пропишешь. Не заставишь. Она там где-то внутри рождается. Вот почему Иисус постоянно говорил о единении с Небесным Отцом. Потому что то, что дает Господь. Некоторые-то думают, ой, вот встреча с Господом, что же она мне даст? О, мне там Бог, наверное, будущее откроет. Я не знаю, как вам. Я вообще не хочу знать будущее. Мне так интереснее жить. Ну какой смысл, знаешь, все, что будет завтра, все, что будет после. Вот у тебя есть план всей твоей жизни. В таком году ты умрешь. Опа, а где сюрприз? А так, а так, свободен. Ты живешь. Я не знаю, что день грядущий мне готовит. Понятия не имею. Интересно же. Интересно же, а? Как жить тогда? Люби. Вот что Бог дает. Никакие-то там откровения великие, ты таким становишься. Раньше был такой замороченный, сейчас вообще непонятно. Такой замороченный, что случилось? С Богом пообщался. Да нет. Когда ты с Богом общаешься, ты любящим становишься. Любовь приходит. Вот я вам скажу, у меня вот самые глубокие молитвы, помимо вещей, которых Бог не открывает, постоянно есть. Думаю, что же я на этого-то злился? Что же я на этого-то обижался? Они же такие все хорошие. Я вот чувствую, общение с Богом наполняет меня любовью, потому что я верю в Бога, который есть любовь, не который есть закон. Поэтому, если есть в моей жизни закон, то это закон совершенный, закон свободы. И вот смотри, Яков поясняет во второй голове, что же это закон свободы. Сравнивать этот закон с законом обычным. Вторая голова, 10 стих. Кто соблюдает весь закон и согрешает в чем-нибудь одном, тот становится виновным во всем. То есть, если вы хотите жить по закону, оправдываться по закону, то, знаете, вот нарушил в чем-то, уже все, виноватый преступник закона, понимаете? Это вот с тем, что вот я еду, например, и пересек двойную черту, вот пересек. Меня останавливает гаишник и говорит, так, пересек двойную черту, нарушил, грубое нарушение. Я говорю, подождите, подождите, я превышал скорость? Нет, не превышал. Ребенок у меня сидит в детском кресле. В детском кресле. Я остановку в запрещенном месте не делал? Не делал. Какие ко мне претензии? Он говорит, ты одно нарушил, пересек двойную черту, все. Одно нарушил, а я кучу правил не нарушил? А это как? И вот точно так же те, кто хотят оправдываться. Вот ты думаешь, и ты в этом хороший, и в этом хороший, и в этом хороший. Но у тебя что-то есть нехорошее. Все? Виноват. Так? Поймите, можно там долго, там, диалогически. Это настолько, мне кажется, все ясно. Но христианство это не понимает, как будто. И мы, уподобляясь фарисеям, плодим новые законы, какие-то правила, постановления. А потом христиане на форумах друг с другом ссорятся и ругаются, и выясняют, чьи законы лучше. Яков же говорит, соблюдаешь закон весь, и заглядишь хоть в чем-то, вот одно правило нарушил, все, преступник, виноват. Ибо тот, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. Ты скажешь, я вот не прелюбодействовал, зато убил несколько человек. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, это тоже плохо. Понимаешь? Ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Видите, опять он говорит другой, говорит, если ты уж, ну прям не можешь без закона, вот не могу, ну вот закон свободы. А что это за закон? Очень простой, люби Бога, люби ближнего. И делай, что хочешь. Ибо суд без милости, не оказавшему милость, милость превозносится над судом. Милость. Я, когда вот еду сегодня, знаете, сейчас, не знаю почему, у нас на дорогах все чаще и чаще и чаще и чаще стало случаев, когда вот ты едешь по основной дороге, и там еще есть выезды со дворов. По недоразумению, до сих пор еще не сделаны там светофоры. При выезде из дворов. И поэтому, вот я еду, нормально так еду, и есть закон, что со второстепенной дороги ты не можешь выезжать, помешав участнику дорожного движения, который едет по основной дороге. И вот ты едешь, едешь, и там какая-то машина подъезжает, и прямо перед тобой так расповорачивает, и едет прямо. Относиться к нему я могу только как к преступнику. Поэтому давишь на газ, на светофоре сравниваешь, смотришь на него пристально, что там за... Преступник сидит, смотришь в его наглые глазенки, а они что-то к сядок и зря. Думаешь, ты еще и улыбишься? Ты сделал нарушение, ты должен ответить. Или ты, например, едешь, 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 да, и кто-то там раз сбоку, там, ну, положим, поворот только налево, и поэтому там нет машины, а все стоят прямо, да, а он так типа как налево приехал и встревает такой. Ты думаешь, как ты смел? Ты должен был налево повернуть. Ты встреваешь, ты его должен догнать. И перед ним так вот, вот так. И мне так же неприятно было, как тебе сейчас. Понимаете, почему? Потому что я прав. Вот думаю, вот что он тебе плохого сделал? Ну, выехал со двора, да? Ну, не посмотрел. Ну, не посмотрел он. Если, например, нет такого права, то есть ты видишь, ты внимательный. Иисус говорит, милость превозносится над судом. Суд основан вот на законах. Ну, как вот судить? Вот судья скажет, вот ты вот плохо сделал, но законов нет, что делать с тобой, не знаем. Потому что у судей должен быть закон, чтобы он не по симпатии. Скажешь, вот убийца мне нравится, тебя прощаю, а у прелюбодея нет, отрубить голову там. Мне муж изменил, так что всех прелюбодеев. Нельзя по симпатии, должен быть закон. Должен быть закон. И ты думаешь, я прав. Я еду по дороге, я все время возмущен. Ну, почему? Я прав. Что они творят? Что делают они? Я еду прав. Вчера там один пытался так вклиниться, а я так нажал на газ, посмотрел на него. Хочешь даже прямо на машине вот сделать такую лампу, лампочки, надпись такую цветовую. Я прав. Ну, когда ты прав, да, включил, пускай вид, что он мигает. Он нарушитель. А потом, знаешь, вот так вот остановишься и думаешь, а чё я его не пропустил? А у меня бывают ситуации, там куда-нибудь торопишься, там пытаешься вклинуть, а все правила едут, а на тебя посмотрят, и никто не пропустит. А ты не чиновник, у тебя мигалки нет. Еще пока закона нет, что для пасторов в мигалке, давно пора. Чтобы пасторы могли нарушать закон и не быть виноватыми пред Богом. Суд без милости, не оказавшего милости. Ты не пропускаешь, и тебя не пропустят. Думай о другом. Вот закон. Но это непонятно, потому что для закона нужна только голова, а для милости сердце нужно. А без сердца жить проще. Просто вот в голове, прав, неправ, могу, не могу, я, он, главное, второстепенное, красный, зеленый, вот что в голове есть. Вот так мы живем. И мы приходим в церковь, нам так же нужно, пастор, что можно, что нельзя. И спорят постоянно в церквах какие-то вещи, а есть еще такие вещи, которые четко непонятны. Вот в алкоголь, сейчас некоторые говорят, можно пить, другие говорят, нельзя пить. И спорят, вот так говорят, Иисус пил вино, говорит, нет, он виноградный сок пил. Слышали такие споры, разборки, да? Ну непонятно, можно и нельзя, давно хочется, но не пойдешь же в ад за вино, думаешь, нет, я лучше не попью. Но в рай. А пришел в рай, а было можно, думаешь, сколько времени упущено. Как сказал мне один человек, пастор, говорит, я недавно прочитал в Библию и понял, что можно пить, сколько лет я упустил. Как? Вроде бы, ну немножко пить можно, но пьяницей быть нельзя, вот где эта грань? Ну никто не понимает, где эта грань. Ну для меня очень просто, я живу по закону свободы. А-а-а, некоторые, пьешь потихоньку. Нет, не пью. Почему? Если думаешь, то можно. Да потому что я скажу вам, я видел столько горя вот в моем городе, где я родился и прожил большую часть жизни, из-за именно алкоголя. Я вообще абсолютно убежден, что это величайшее лицемерие нашей страны, других стран, величайшее лицемерие властей, когда там запрещаются героины, кокаины и прочее, а алкоголь разрешается. Величайшее лицемерие. Потому что ни один кокаин, ни один ЛСД не сравнится с тем несчастьем, что алкоголь принял в жизни людей. Считается, что это одни из самых опасных для здоровья и для окружающих наркотика. Алкоголь и никотин. Самые опасные наркотики. Разрешены. По закону можно. Пей, веселись. Но если ты посмотришь, сколько зла это понаделали. Ладно, я выпью бокал вина, я как бы смогу себя контролировать, а он не сможет. Поэтому мне очень нравится проповедь Лестера Саммерла. Другим можно, тебе нельзя. Почему? Потому что ты думаешь не только о себе, что можно, что нельзя. Ты еще о нем думаешь. Если то, что тебе можно, соблазнит брата твоего, лучше, как говорит Павел, буду вегетарианцем, не буду есть мясо вовек. Кажется, что мясо нельзя, что ли, есть? Можно. Но я думаю о других. О коровах, об овцах. Апостол Павел, вот вы знаете, когда вы читаете послание, у него же большую часть посланий именно этот вопрос занимает. Вопрос закона. Чуть ли не все послание к римлянам, все послание к галатам, показано обсуждение, вот это вот мышление. Потому что Павел постоянно сталкивался с людьми, которые говорят, слушай, ну, поубираешь ты все знаки, хаус же начнется. Павел говорит, ну, прямо его словами, третья глава послания к римлянам, смотрите, третья глава послания к римлянам, 19 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Поймите, слушай, ой, законом мы можем оправдаться. Павел говорит, законом не оправдается никакая плоть. Никакая плоть. Правильно говорят некоторые юристы, то, что ты не сидишь, это не твое преимущество, а наша недоработка. Вот понимаете, вот если ты представишь, в принципе, каждого из нас за что-то можно осудить. Каждого из нас. Вот за что-то можно. Посмотри на ближнего. Преступник сидит. Скажешь, а зачем закон тогда, если всех можно посадить? А для того он и есть. Законом познается грех. Вот это единственная цель. Как написано в послании к Галатам. Закон где-то водитель ко Христу, чтобы ты понял, что тебе что-то нужно другое. Что же невозможно? Ну, сделаем мы в городе через каждый метр светофоры, и между ними еще по пять знаков. Ну что, порядок на дорогах будет, а? Единственное, что я вижу с увеличением знаков, светофоров на дорогах нашего города, это то, что как же много грешников. И я не исключение. Законом познается грех. Но ныне, 21 стих, независимо от закона, независимо от закона, понимаете? Не как логическое продолжение, независимо. Явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законные пророки. Они об этом говорили. Они говорят, ну видите, какие мы, ничего же вы не поделаете, все равно же плохо. Вам что-то другое нужно. Как вы не можете понять, что нас недостаточно? Нет, мы хотим под законом. Да мало вам нас! Кричат, кричит закон. Мы лишь свидетельствуем о правде Божьей, которая явится. В этом смысл прихода Христа. Правда Божия через веру в Иисуса Христа. Во всех и на всех верующих. Ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Всех в суд. Всех казнить. Всех совершенно. Я сейчас как Жириновский просто сказал. Просто про депутатов думаешь, невольно начинаешь. Получая оправдание. Как? По закону может быть? Нет. По закону нет шанса. Нет шанса никакого. Все мы нарушали. Кто-нибудь вот есть здесь, здесь в зале, у кого есть права и ездит на машине, и ни одного правила за все годы не нарушил. Сидит святой. Нет такого. Когда гаишник останавливается, всегда что-то находится. Даже уже все сделал, а аптечки нет. Огнетушителя нет. Скажешь, я не пожарник. Он говорит, по закону надо. Все? Виноват. В тюрьму. Получая оправдание даром, по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Где же то, чем было бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Если Яков называет новый закон, закон Христа, законом свободы, законом совершенства, Павел называет это законом веры, закон веры, когда мы соединяемся с небесным Отцом, и Он наполняет нас любовью, и мы начинаем думать не только о себе, о своих правах, но начинаем думать о ближних. В четвертой главе он показывает, 15 стих, смотрите. Ибо закон производит гнев. Потому что где нет закона, нет и преступления. Ну не было бы закона, не было бы преступлений. Но закон производит гнев. И смотрите, 6 глава, 12 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте члены ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. То есть он отвечает, говорит, что же, если теперь нет законов на дороге, станем друг друга давить теперь? У кого больше машин, тот и прав. Нет. Нет. Общее пространство, это не значит, что покупай КамАЗ и едешь где хочешь. С любой скоростью. Общее дорожное пространство означает, думай не только о себе. Думай о другом. А если он не прав, милость оказывай. Как? Через любовь. Где взять ее? Она изливается в сердца Духом Святым. Вот что такое христианство. Это общение с Богом. Это исполнение Духом Святым. Что значит исполниться Духом Святым? Это значит звезды, 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 звезды. Нет. Исполняться Духом Святым в тебе больше и больше любви. Больше и больше любви. Вот что такое исполняться Духом Святым. И эта тема, я думаю, наверное, одна из самых актуальных тем в истории церкви. Поэтому апостол Павел так много уделяет это в своих посланиях. Посмотрите, седьмая глава этого же послания к Иерусалиму, шестой стих. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Мы умерли для закона, которым когда-то были связаны. Но теперь мы освободились. Освободились. Вот только ты представь, что ты сейчас полностью свободен в Иисусе Христе. Полностью свободен в Иисусе Христе. Иногда от осознания этого страшно даже. Как свободен? Это не то, что ты раньше был под рабством мира, теперь стал под рабством и религии. Раньше у тебя были мирские законы, теперь у тебя религиозные законы. Нет. Здесь ты свободен. И можешь делать абсолютно, что хочешь. А какая же цель церкви? Цель церкви – помогать, учить, наставлять, назидать, вдохновлять нас, любить Бога и любить ближних. Потому что на этом и в этом весь закон о пророке. Вот. Любить. Мне не интересуют эти религиозные разборки. А что там можно, там что нельзя? Меня всегда покоряют истории о любви. Когда вот читаешь о любви, это покоряет тебя. Я на прошлой неделе прочитал историю, которая произошла в Америке. Я не знаю, у меня слезы были весь вечер про двух соседок. Одна жила с мужем, и у них пять детей было, а другая, мать-одиночка, у нее трое детей. И как-то вот мать пришла и говорит к своей соседке, говорит, можешь какое-то время, чтобы мои дети с вами побыли, потому что меня кладут на обследование в больницу. Та согласилась, конечно, ну там, где пятеро, там еще трое. И там поехала вторая соседка на обследование, оказалось, у нее рак. И она умирала. И перед смертью она попросила взять опекунство над ее детьми. И они взяли. А у них маленький домик. Маленький домик. И там дети спали, там по несколько человек в одной комнате, там кто-то спал в кухне, в гостиной. Везде. Они не могли бросить детей этой умершей их соседки. Как бы мы ни говорили, что мы духовная сторона, пока у нас есть детские дома, эти приюты детские. Какая духовность? В чем она? В крестах золотых. Построить церковь на воде, духовность сразу попрет в нашем городе. Любви станет больше. Это же ерунда, мы все же понимаем. Вот когда детские дома исчезнут, когда люди будут понимать, что если умирает родственник, соседи, дети остаются, ты не можешь их не взять. В каком законе это прописать, а? Если ты не принял детей, соседей, тюрьма. Ну как? Это не происходит извне. Это что-то должно быть изнутри. Никто этой небогатой семье с пятью детьми не давал закона приютить троих детей. Но если есть любовь, не нужен закон. Понимаете? И когда вот я смотрел на прошлой неделе это видео, а потом сброшу его в нашей группе в соцсетях и в фейсбуке, потрясающее видео, где там об этом узнала одна телевизионная компания, они приняли решение, взяли эту семью, приехали к ним, увезли их в другой дом, в гостиницу. Они там пожили какое-то время, а те просто полностью переделали их дом, сделали шикарно, там комнат понаделали, все. И вот приехала семья из гостиницы, они свой дом не узнали, они ходили по комнатам и плакали, они ходят по комнатам, плачут. Я сижу, смотрю, плачу. Любовь, она покоряет сердца. Сидишь, плачешь, думаешь. А потом тебе еще машина, он такой огромный, лимузин, как у нас на свадьбах такой белый джип длинный. У них получается 8 детей, то есть огромную машину подарили и дали еще карточку в продуктовый магазин. Целый год они могут бесплатно любые продукты брать. Тут уже вообще ты сидишь и думаешь. Как же велика любовь. Это то, что пленяет сердце. Такое драгоценное. Я убежден, вот именно об этом христианство. Не о новом законе, там какой-то другой закон. Раньше было нельзя свинину есть, а Христос пришел и говорит, можно. Слава тебе Господу. А гематоген? А гематоген нет, извини. Это уже кровь нельзя. Свинину я тебе еще разрешаю из Ветхого Завета есть, а кровь уже гематоген никак. Ну ладно, что же делать. И вот мы думаем, что можно, что нельзя, что можно, что нельзя. И специалисты, и все церкви. Вот что можно, что нельзя. А в какой день лучше собираться? Лучше в субботу собираться? Нет, лучше в воскресенье собираться? Да мне вообще без разницы. Все бы договорились в понедельник. Я был бы не против. Без разницы. Нет, разница есть. Одни говорят, суббота, это особый день такой, понимаешь. Вот именно суббота, да уж в Библии написано, суббота, шаббат, шалом. А другие говорят, нет, это Ветхий Завет, а Иисус ведь воскрес не в субботу, а в воскресенье. Какая разница? Какая разница? И вот мы думаем, что христианство, это вот сейчас не в субботу, а в воскресенье. Свинину было нельзя, сейчас можно. А гематоген нельзя до сих пор. Может, еще кто-то придет, и можно будет гематоген есть. Поэтому Иисус больше всего предостерегал людей от закона. И смотрите, от фарисейства вот этого, лицемерия. Десятая глава о римлянам. Здесь вообще прекрасный четвертый стих. Потому что конец закона, ну это не для гаишника, конечно, это для тебя. Тебя там остановили, говорят, проехал на красный. Ты говоришь, римлянам 10.4, конец закона – Христос. И по газам. Потому что, знаете, в чем проблема закона свободы, проблема благодати, что мы себя-то всегда по благодати оцениваем, а вот ближнего с трудом. А нужно прежде всего себя судить по этому закону. Конец закона – Христос. «К праведности всякого верующего». Если по закону нет ни одного, кто бы не нарушил, да, то по благодати все мы праведны и святы. По закону дел? Нет. По закону свободы. По закону веры. И в 13 главе послания к римлянам Павел поясняет. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого… Опять-таки, это не для гаишника, любящий другого, исполни закон. Говорит, я тебя люблю, отдавай права. Я люблю тебя, ближний мой, поэтому я не виновен, давай права. С Богом. Любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесидетельствуй, не пожелай чужого. Все другое. Понимаешь, если ты любишь ближнего, тебе нужен закон, не воруй у него ничего. Если ты любишь, ты думаешь, что ты ему можешь ждать, понимаете? А не чем ты можешь у него благословиться, на славу Божью. Любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Видите, и Павел об этом говорит. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так все понятно. Опять-таки, я говорю, закон свободы, он не для ума, он для сердца нужен. Любовь, она ведь не по уму. Ты же любишь не потому, что так, вот у меня есть такие параметры, вот такие вот, вписывается, не вписывается. Это что-то в сердце. Думаешь, почему я выбрал ее? Ну не знаю, вот в сердце есть. Никак логикой не объяснишь. В сердце. Любовь не делает ближнему зла. Ибо любовь есть исполнение закона. Так поступайте, смотрите, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. И так отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. И он поясняет здесь, что закон нужен только для спящих людей. Люди, живущие во сне. Люди, которые ничего не видят. И так живут в эти люди, живут в полной греха. Жизнь во грехе, жизнь во сне. Ночь, ничего не видно. Когда ночь у нас в городе, как-то побыстрее можно ехать, и уже светофоры мигают, не так не работают. Люди думают, вот живем ночью. Можно там подгрешить, там еще что-то сделать. А Павел говорит, наступил час пробудиться. Что такое пробуждение? Ты просыпаешься, думаешь, Господи, что же я творил? Что же я делал? Проснувшийся человек, он смотрит. Это был сон. Сон, когда я думал, что если я его подрежу, будет лучше. Если я его не пропущу, я буду прав. А ты просыпаешься, думаешь, да при чем здесь это? Прав, не прав. Если нет любви, как бы ты ни был прав, все бессмысленно. Вот о чем учит Павел. Христос, конец закона, не в смысле теперь хаос, безобразие и бардак. Христос, конец закона, в том смысле, что там, где любовь, там нет смысла в правилах. Там, где люди думают о других и пропускают, зачем это нужно. Вот почему в европейских городах делают это круговое движение, убирают светофоры. Пробок меньше, аварий меньше. Скажешь, Виктор, ну у нас это трудно было бы сделать. Он говорит, я согласен, потому что, чтобы перейти к этому, что-то должно происходить еще внутри. Не просто убирать светофоры, а нужно еще учить уважительному отношению к другим. А это никаким законом не пропишешь, потому что это где-то находится внутри нас. Правда же? И в послании к галатам, смотрите, вот Павел пишет, третья голова послания к галатам. О, несмысленные галаты, кто прельстил вас? Мне очень нравится, в современном переводе написано, кто околдовал вас. В церкви очень много с желанием, с большой популярностью говорят о колдовстве. Свобода от колдовства, от проклятия колдовства. Если и есть какое колдовство, которого стоит опасаться, это не то, что там тебе соседка насыпала солью под коврик перед дверью, и теперь у тебя все как-то не так. Я не верю в такое проклятие. Я верю, что Иисус взял на себя все мои проклятия. Ну, пускай кто-то сыпет соли, не жалко кому-то. Но проклятие – это не покоряться истине, да? Не видеть Иисуса. Вас, у которых пред глазами предначертано был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сию только хочу знать от вас, продолжает Павел. Через дела ли законы вы получили духа? Или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, оканчиваете плотью? Столь много потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы, подающие вам духа и совершающие между вами чудеса, через дела ли законность ее производит? Или через наставление вере? И, знаете, вот мне кажется, что вот эти несколько первых стихов в послании к Галатам, как ничто ясно, показывают нам всю двухтысячелетнюю историю церкви. Когда вот эта религия, закон, 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 это можно, это нельзя, это можно, это нельзя, это можно, это нельзя. И вот пришел Христос, конец закона. И первая церковь апостола, они словно вдохнули, ах, оказывается, возлюби Бога и делай, что хочешь. Ах. Но через какое-то время, те, кто не понимают закона свободы, потому что нет реальных отношений с Богом, а есть только религиозные предписания, вот эта вот проказа, горький корень, стал проникать в церковь все больше и больше, больше и больше. И смотришь, свои законы понапридумывали, свои постановления понапридумывали, свои все эти вещи. И пошло, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. И дошло до того, как у нас в стране уже сегодня, когда законы об оскорблении чувств верующих возникают. Хотя все, хоть немного читающие Библию, понимают, насколько это абсурдно, когда есть закон о сохранении чувств верующих, да? А нет о чувствах неверующих ничего. Потому что, по идее, это мы должны любить неверующих и думать о них, а не они думать о нас. Это мы должны переживать. Если в нас есть любовь, а если в нас нет любви, ну и какой толк от закона? Ну какая разница, тебя тихо ненавидят или громко ненавидят? Ну не будут там неверующие это проявлять, но внутри та же самая злоба, та же самая агрессия. Как ее можно преодолеть? Законом об оскорблении моих чувств? Нет. Только любовью. Понимаете? Ну любовь только может это покорить, но нет другого. Ну не придумать вот такие совершенные законы, что все будет правильно. Да не бывает такого. Всегда есть какие-то лазейки. Всегда есть коррупция. Но не сделать порядок через закон, но любовь. Любовь. Это исполнение закона. И в пятой главе, смотрите, Павел продолжает послание к Галатам. К свободе призваны вы, братья. Видите? Опять слова о свободе. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. То есть смысл-то не просто убрать все знаки, убрать все светофоры, убрать гаишников. Если внутри нет изменений, ни к чему хорошему это не произведет. Понимаете? Поэтому в государстве должны быть законы определенные. Ну не могут тут жить все в любви. И помните, когда в свое время, когда были определенные события в Украине, там на какое-то время исчезла полиция у них, как дорожное с дорог, там на улицах не было уже несколько дней, такой хаос начался. Снова быстро поставили. Потому что на дорогах не нужны полицейские, не нужны гаишники. Только когда есть в тебе закон совершенный, понимаете? Когда в тебе закон совершенный, когда в тебе закон веры, когда в тебе закон свободы, тогда тебе не нужны дорожные законы. Но если этого в тебе нет, тогда свобода для преступлений. Поэтому Павел и говорит, вы призваны к свободе. Но без любви свобода это будет поводом к угождению плоти. А если есть любовь, то вы будете служить друг другу. Ибо весь закон, 14 стих, весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Ну представь, это вот ты выехал из двора. Это не я выехал, это вот женщина какая-то выехала, не смотрит. Все правильно говорят, что женщины не умеют ездить. Ну представь, это твоя жена, твоего ребенка в садик повезла. Ну не посмотрела. Бывает, утром маленький ребенок столько устроит радости женщине, что она уже ни на что смотреть не может. И когда душа, ага, это могла быть моя жена с моим ребенком, ну тогда бы надо ее пропустить. Так вот представь, ставь себя, своих близких людей на место вот этих. Любить легче станет. Любить легче станет. Стоишь, бывает, обычно, знаете, когда пробка, едешь утром или вечером, пробка стоит, несколько рядов машин, и ты думаешь, ты так подъезжаешь к пробке, думаешь, так, а какой ряд поедет быстрее? Ну ты всегда такой, закроешь глаза так, один, два, три, один, два, три, два, все, встал. И как всегда встал в тот, который медленнее всех едет. И все по бокам быстро едут, а твой прям не шевелится, да? А не с боков. Ты думаешь, а, не там встал. И такое быстро надо колесо куда-то свернуть и куда-то в этот, в быстрый ряд. Вот. И ты туда, туда, а тебя никто не пропускает. И ты сидишь и думаешь, вы сейчас с ума сошли, что ли? Только что подъехали быстренько, а я тут давно уже стою, я не виноват, что я не в тот ряд встал. И ругаешься, и ругаешься, и ругаешься, да? Но потом, если там куда-то выйдешь, да, и вдруг смотришь, твой ряд поехал, а этот встал. Думаешь, что ж, надо было никуда не ездить. Или наоборот, тебе повезло, и ты едешь по такому ряду, который быстрый. Тоже такое бывает. Бывают вот такие дни, в какой ряд не встанешь, он летит. Бывает она так. Благодать называется это. Ты живешь так, едешь так по благодати, Господь дает тебе зеленую улицу. Я просто недавно ехал, и как везде зеленый, думаю, как так вот. Через Ленина проехал, прямо сплошняком, не становился по зеленой. Едешь так, и смотришь, а какой-нибудь ряд стоит, и там такие горемыки все, знаете, да? Горесами, тыр-пыр-тыр-пыр-тыр-пыр. А ты такой думаешь, вот, без благодати тыр-пыр, проезжаешь, да? А вспомни, что ты когда-то сам стоял, тыр-пыр-тыр-пыр, и тебя никто не пропускал, а ты, может, торопился на работу. Вот подумай, вот это ты стоишь, когда ты видишь в них себя, думаешь, ну ты что, пускай, и они порадуются благодати, а? Ей на всех хватит. Когда ты начинаешь ставить себя на место других, своих ближних, супругу, детей своих, ты начинаешь к этим другим относиться иначе, как? С любовью. С любовью. Вот поэтому я смотрю на, знаете, можно говорить, ой, там у них на Западе, у них там в Европе с духовностью тяжковато. Я вот смотрю, чем больше у них вот этих территорий, в Лондоне, во Франции, в Голландии, вот этих территорий общего пространства, больше я вижу вот это проявление духовности. отсутствие детских домов, вот это проявление духовности. понимаете, да? вот, а когда у нас тут детские дома, когда у нас, это вот наша духовность. Мы подзаконные люди. Что-то должно внутри меняться. потому что возникновение общих пространств, это не просто отмена знаков и правил, это что-то внутри меняться должно. Так вот, об этом христианство, милые мои, что-то внутри происходит. И вот недаром еще одну хоть важную стих прочитать из Слова Божьего. Смотрите, 5 глава, 13 стих. Еще раз, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, если вот у людей внутри угрызать, съедать, сколько законов не придумывай, ничего не поможет. Ничего. Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Однажды ведь ты будешь тоже неправ, и тебя не пропустят. А тебе будет очень надо. А вспомнить, как ты тоже был таким же. Вот почему некоторым христианам-то и стыдно. Знаете, вот есть знак знаменитый, рыбка сзади, да, ставится. Вот я до сих пор не решаю себе поставить такую рыбку на машину сзади, чтобы не подумали, а, это еще и христианин, оказывается. Так ездит. Я говорю, 16 стих, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. если же вы водитесь духом, вы не под законом. Вот почему некоторые церкви говорят, ой, там в новой жизни у них все можно. Есть такие разговоры в нашем городе. В новой жизни там у них все можно. Пастор ни за чем не следит. Хотя у нас в церкви тоже бывает, там только комитет по длине юбок для сестер хочет возникнуть. Знаете, пастор говорит, у нас некоторые сестры в таких юбках приходят, давайте создадим комитет. А есть некоторые церкви, там чуть ли не, знаете, как вот в детстве, подходишь к косяку, и там мерят тебя, когда ты растешь, да? Вот некоторые сапахи, такие косяки, там, докуда можно юбку? Если не подходит юбка по длине, все, уходи из церкви. Кто-то приходит в первый раз, но не знает. Всех выгоняют. Я говорю, вы знаете, не цель и не роль церкви мерить у женщин длину юбок. Ну, это не наша задача. И даже более того, когда у братья, давайте будем мерить длину юбок, мне как-то это странно. Пришел в церковь, чтобы юбки у сестер померить. Святой такой. Потому что я чувствую свое призвание, мое призвание, как пастора церкви, учить людей общению с Духом Святым. Общение с Богом, чтобы мы наполнялись Богом, познавали Бога, учились быть водимым Духом Святым. Понимаете? Вот цель. А что, тебе нравятся некоторые одежды? Мне, может быть, не нравятся, но только запретами часто ничего не сделать. Но когда Бог приходит в твою жизнь, Он начинает менять тебя изнутри, и эти преобразования изнутри не могут не проявиться в твоей внешне видимой жизни. Понимаете? вот о чем христианство, вот чем мы должны быть заняты, учить этой жизни в Духе Святом, общению с Богом, реальности Христа. Тогда смысл закона в твоей жизни исчезнет, потому что любовь – это исполнение закона. Я бы очень хотел, чтобы наша церковь в городе нашем вот была, если вот сравнить людей с городом, чтобы вот мы были таким общим пространством. Вот здесь общее пространство. Братья и сестры, молодые и пожилые, разный материальный достаток, разное образование, разное социальное положение. Здесь в церкви встречаются некоторые люди, которые там бы в жизни, может быть, никогда бы и не пересеклись. Как же мы можем здесь жить и вместе сосуществовать, когда здесь есть любовь? Когда здесь есть любовь, тогда совершенно разным людям, казалось бы, ничего общее ни в социальном уровне, ни в возрасте, ни в интересах. Но есть любовь, есть почтение, и ты думаешь о другом. И все, что пишет уже апостол Павел, из этого истекает. В почтительности друг друга предупреждаете. Ну как это законом? Какой законность дать? Почитайте. Смешно же. Это должно изнутри быть. Вот она, внутренняя работа. Работа Духа в нас. Работа Духа. А когда нет этой работы, вот и плодятся законы, которые ничего и никого не изменят. Вот худо-бедно как-то можно ездить, но это не радость. А когда любовь, это и свобода, и мир, и радость в Духе Святом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»